дорогие друзья уважаемые коллеги здравствуйте мы продолжаем цикл передач гастро клуб и сегодня у нас для обсуждения очень сложная неоднозначная тема мы поговорим о полости рта о заболеваниях языка и о том связаны ли симптомы которые человек ощущает со стороны языка рта с заболеваниями желудочно-кишечного тракта вопрос этот и тема это она возникла не случайно потому что не знаю как вашей практике но вот в моей практике врача гастроэнтеролога я с такими преимущественно пациентками это в 99 процентов случаев наверное пациентки которые жалуются на ужасное жжение во рту на горький кислый привкус на языке на невозможность не есть не спать нормально я с такими пациентками встречаюсь вот буквально каждый день но у меня немножко специфика такая поскольку я провожу такое исследование как суточная пашемпедансиметрия и все эти пациентки убеждены что вот эти невероятно тяжелые симптомы связаны с забросом кислоты и желчи с раздражением полости рта вот именно желудочно-кишечными какими-то секретами и соками и но самое странное что этим пациенткам не помогает никакое гастроэнтерологическое лечение и дальше мы разводим врачи гастроэнтерологи разводим руками потому что нас никто не учил что же это за такое жжение во рту что делать какой диагностический поиск вести есть другая группа пациентов это преимущественно мужчины которые озабочены очень сильно своим здоровьем который каждый день рассматривают свой язык видят на нем то белый то желтый то зеленый то черный налет и очень сильно по этому поводу переживают и тоже идут гастроэнтерологу который тоже в большинстве случаев не могут дать какой-то однозначный ответ что же это такое что с этим делать и насколько это действительно тяжелая патология желудка или печени или желчного пузыря как считают эти пациенты и если вы посмотрите в интернет и заведете вот мы сейчас как раз съемочной группой этим и занимались в гугле налет на языке там будет целый перечень тяжелейших заболеваний организма связанные с вот как раз там синий налет одно заболевание желтый налет другое заболевание и в общем пациенты действительно убеждены что это тяжелое что-то и нужно лечить чтобы разобраться в этой проблеме я сегодня пригласила в студию экспертов это алексей дмитриевич парамонов врач гастроэнтеролог руководитель клиники рассвет и врач-стоматолог зоя владимировна синкина которые нам вот сегодня я очень сильно надеюсь что мы внесем ясность в проблему языков и полости рта и в общем то станет легче и нашим пациентам я надеюсь наши пациенты смогут потом посмотреть нашу передачу в youtube ну и врачам может быть отвечен на какие-то вопросы нести ясность это очень смело было бы с нашей стороны эту проблему изучают уже больше ста лет ясность до конца так и не внесена хотя конечно и устало гораздо больше чем было сто лет назад изучая проблему я натолкнулся на запись по моему французского исследователя более чем столетней давности который связал жалобы кстати вот вопреки вы правы что чаще намного чаще болеют женщины за 50 лет но там был вот его наблюдение мужчина за 50 лет ему диагностировали но вот в то время такие диагнозы было половая неврастения и предложили радикальный метод лечения кастрация он согласился но не помогло это отражение того насколько это мучительно что соглашаются и на такие радикальные методы лечения и насколько медицина в свои разные периоды жизни была далека от понимания что же именно происходит и сейчас не близко единственное что сейчас мы в состоянии помогать таким пациентам менее радикальными способами действительно помогать опять же есть немножко коснуться истории медицины чуть поближе тоже меня впечатлил уже ваши коллеги ваши коллеги шестидесятых годах ссср на заботились этой проблемой системные изучали по моему вниз и они не нашли ничего лучше как чувствительные нервы полости рта там шеи выжигать спиртом просто некроз вызывать некроз вызывался чувствительность терялась больше не оставались вот такие парадоксы вот это масштаб проблемы немножко описывает интересно но я тут для себя составила некий небольшой план нашего сегодняшнего разговора вот сначала я бы хотела остановиться немножко на налетах на языке чтобы вообще понимать как выглядит здоровый язык и что он должен чувствовать вот поэтому наверное сейчас вот видно нам на экране вот это в нашем представлении наверное все таки ну любой человек скажет что это здоровый язык то есть здесь нет никакого налета мы видим сосочки языка да то есть вот здесь мы понимаем что язык здоровый а вот это вот два моих лично пациента когда я увидела эти языки мне самой стало страшно потому что я действительно не очень понимаю что это один пациент вы видите такой очень густой желтый налет и у меня у самой как у врача гастроэнтеролога сразу возникает желание ну подумать действительно нет ли тут какого-то выраженного заброса желчи в рот хотя здравый смысл подсказывает что желчь наверное так высоко забрасываться ну не должна и не может и второй пациент вот с таким вот прям густым черным налетом на языке но вот этот пациент действительно он после приема антибиотиков был и вот нас почему-то ну вот меня по крайней мере очень сильно не образовывали в плане налета на языке и я вот глядя на эти языки все-таки сразу адекватного ответа дать не могу вот можете нам прокомментировать это все-таки заболевания какие-то серьезные желудочно-кишечного тракта или что это нет но это не похоже на заболевание желудочно-кишечного тракта язык как управлять скале на нем есть сосочки есть нитевидные сосочки и они могут быть более ярко выражены могут быть удлиненные гипертрофированные и они роговевают в процессе роговения образуется налет это норма то есть налет на языке в принципе это норма норм он может быть разный это зависит от индивидуальной особенности настроения языка допустим у курильщиков может быть налет коричневого коричневого темного цвета это тоже нормально потому что никотин просто окрашивает роговевшие сосочки языка это нормально после длительного приема антибиотиков тоже может образовываться такой пигментированный черный язык это тоже вариант нормы то есть это не требует лечения это все пройдет самостоятельно и с утра и налет на языке всегда там больше чем к вечеру это тоже нормально ничего там страшного нет я бы добавил то что до нужен субстрат это вот роговевающий этот слой который удерживает пигмент и второе условие это пигмент откуда возьмется пигмент вариант из пищи да часто мне говорит пациенту извините я конфетку пососал и потом показывает ядовито зеленый язык да такое возможно и второе да при том что действительно и курильщик там и какие-то другие экстремальные эксперименты это возможны экзогенного происхождения но и рефлюкс тоже возможен да особенно ночные забросы а дальше желчь это живой организм когда она взаимодействует с кислородом то и цвет меняется и вопрос экспозиции если это произошел заброс совершенно недавно и он лег вот на этот рыхлый язык и задержался пигмент а потом он будет ярко желтый да это как один из вариантов то есть вот левый вариант это все-таки может быть это теоретически может быть заброс желчи да да а потом мы идут все фазы окисления это как вот мы обсуждаем а какого цвета должен быть кал ребенка ой зеленый да и пациенты с раздраженной кишкой часто спрашивают у меня не того цвета на все связано со скоростью пассажа успел метаболизироваться или не успел билирубин метаболизироваться и соответственно он проходит все и все эти фазы от зеленого до светлого коричневого темно-коричневого и почти черного и все эти варианты они на языке могут отражаться так что мы можем скорее думать от патологии это или нет насколько это раздражает беспокоит болит ли при этом еще гору образуется слизь если стекание там слизи огромный элемент далины при этом совокупность быть ему достаточно язык почистить все пройдет резюмируя сейчас про налет на языке значит налет на языке это ороговевший эпителий это норма окрашенный налет чаще всего связан с пигментами пищи или там если человек курит то это курение там кофе то тоже наверное может окрашивать но не исключено что и забросы из желудочно-кишечного тракта в первую очередь желчь правильно да потому что кислота наверное все таки не окрашивает язык а кислота если забросы кислоты есть они не могут вызывать какое-то более интенсивное ороговение более интенсивный налет или наоборот это будут какие-то язвочки больше скорее да это скорее участки дисквамации будут яркие участки на языке ярко-красные можно такое увидеть а вот вот этим двоим пациентам чтобы мы вот с точки зрения именно профессиональных докторов могли бы порекомендовать счищать налет отказаться от каких-то красящих продуктов вот если их ничего больше не беспокоит аккуратно счищать меры при этом конечно поверхность языка если больше никаких симптомов это достаточно поводов для беспокойства нет вот этот черный язык это волосатый язык который скорее всего вызван приемом антибактериальных препаратов есть вероятность да что это тоже ничего страшного и пройдет должен пугаться так вот это очень частая картина у гастроэнтеролога когда пациенты приходят показывают вот такой густой белый налет и рассказывать что раньше его не было как я теперь понимаю это в общем-то нормальный белый налет на языке да но он здесь на картинке не выглядит густым и плотным прозрачный белый налет в норме может быть на на языке алексей дмитриевич да как гастроэнтеролог я бы не впечатлился меня всегда нам нас интересует да если это случилось впервые если это не первый раз и болит и кончик языка красная если он болит и обратил бы на это внимание а если появилась после антибиотиков это совсем другая история но здесь можем подозревать кандидос да и всегда можем подозревать но опять же мы его подозреваем не потому что язык белый потому что он вдруг внезапно стал белый и стал болеть и по и все это случилось после антибиотик анамнез это главный наш вот такой язык который часто вызывает вопросы вот здесь вот понятно что что-то не так зая владимировна что ему вот как алексей дмитриевич сказал но это географический язык если он не беспокоит он тоже не требует какого-то особого лечения если беспокоит то конечно надо обратиться к гастроэнтерологу и обсудить как а что такое географические это участки когда по образуются на участке на языке участке дискомативная может быть разные формы и это избыточно случивается эпителий да 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 чаще всего это безболезненно никакого лечения не требует но если это как это вызывает острую боль или какое-то ощущение дискомфорта то конечно надо обратиться и при этом стоматологи тут к сожалению не товарищи потому что мы можем посоветовать только местное какое-то лечение ну какое лечение исключить острое и еще раздражающие острое кислое соленое не более того всех на третьем курсе учили видов языков и к чему это привело в настоящее время да ни к чему когда даже всю литературу что нашу иностранную там почитаем но есть такой язык ну вот от чего он происходит ну попробуйте дать b12 вдруг поможет да да чаще не помогает ну понаблюдайте ну чаще само проходит какие-то вот то есть географический язык или дискомативный процесс и мы говорим пациентам что это не связано ни с какими тяжелыми заболеваниями это вскоре пройдет само и не требует никаких беспокойств и дополнительных обслеживаний щежение щежение иногда если есть жжение боль можно жевать сукроуфат прикрывать этот язык защитным слоем в большинстве случаев просто ждать к саму пройдет но вот это вот здесь уже подписано что это поражение языка candida albicans но есть не был подписан я бы не узнал но здесь вот у меня такой вопрос часто приходят пациенты с густым белым налетом которые подозревают у себя что вот ну по каким-то причинам им кажется что это именно кандидозное поражение и они начинают активно сдавать какие-то анализы на грибы вот какой анализ все-таки мы должны их же сейчас очень много есть пациент есть микроскопия мазка вот что наиболее адекватно и вообще нужно ли это делать да не чтобы де-факто это все-таки она что прием антибиотики прием антибиотиков прием глюкортикоидов цитостатиков химиотерапия больной с сахарным диабетом какой-то провокатор анамнез и симптомы там был боль дискомфорт густой белый налет густой белый налет и его удаляют он возвращается кандида она живет ее можно здоровую то есть для того чтобы начать лечение кандидозного стоматита стоматита гласита нам не нужно обязательно лабораторное подтверждение мы можем на основании анамнеза и клинических проявлений начать лечение да или может быть налет не только на языке еще на слизистой оболочки и щек и твердого неба и при двери полости рта да и в пищеводе без проблем ну а если белый налет и нет никаких симптомов но при этом человек сдал там пцр и у него нашли кандиду это не повод для принятия противогрибковых препаратов может быть и повод на это лечащий врач должен решить по совокупности его симптомов ну вот это картина рака языка это наверное мы обсуждать не будем это я так для общих ну такая картина конечно должна насторожить и возбудить желание сделать биопсию ну вот теперь мы наверное перейдем непосредственно к теме основной нашей сегодняшней беседы это то с чего я начала это женщина которая мучается от бесконечного жжения во рту кислого привкуса горького привкуса и вот эти ощущения болевые жгучие они не дают ей покоя и никакие вообще никакие меры не приносит облегчение не полоскание не антисекреторные препараты при этом вот осмотр языка он как будто нам демонстрирует все более менее в норме да хотя такие пациентки они конечно бесконечно себе рассматривают этот язык находят какие-то там изменения как будто бы где-то покраснение где-то трещинки но на самом деле как правило мы вот внешне не видим никаких изменений и такая ситуация она получила название синдром жгучего рта да вот и теперь у меня наверное целый целый комплекс вопросов и гастроэнтерологу и к стоматологу вот когда приходит на прием такая женщина ко мне они все приходят на прием с уверенностью что это как я уже говорила забросы из желудка но как правило лечение наше гастроэнтерологическое им уже не помогло в двойной в тройной дозе они принимают ингибиторы протонной помпы принимают урсодезоксихолевую кислоту принимают обволакивающие что еще иногда там полоскают рот чем только можно ромашкой там и так далее жидкостями с лидокаином но не помогает вот кому сначала вопрос гастроэнтерологу или к стоматологу все-таки эта проблема чаще всего какой носит генез с чего начать обследование мы наверно путь пациента должны проследить стандартный и стандартный путь пациента бывает такой что зачастую они приходят все-таки сначала к терапевту терапевт говорит ой что ж такое-то идите к стоматологу ведь стоматологи говорит терапевт лечат не только зубы вспоминать чего его учили в институте но и всю полость рта и идет такой пациент к стоматологу если стоматолог плохой говорит не знаю что это такое иди отсюда а если хороший то начинает измерять гальванические токи да ну а как без этого то ну давайте поговорим об этом действительно ли вот эти зубные протезы они могут вызывать жжение в полости рта или клик электричество во рту лампочка гореть не будет ну не эти сейчас не так уже популярны измерения гальванического тока раньше это было такое занятие которое много кто промышлял сейчас уже чуть-чуть по-другому все к этому лаборатория до сих пор работает и причем отсюда примерно меньше менее чем в одном километре вот от этого места то есть есть лаборатория которая измеряет электричество во рту для того чтобы найти причину и поменять потом полностью имеющиеся протезы хотелось бы ступиться забрать в стоматолог чуть-чуть я вижу очень поверхностно я просто увидел пациента которому три раза поменяли полностью вот все протезы импланты но вообще вот все что у него был во рту поменяли три раза вот у меня волосы потом стояли неделю в таком положении вот естественно не помогло это ему ну то есть есть смысл или нет расскажите нам в чем тайна до во-первых стоматолог как ни странно но он смотрит в рот да и осматривает и когда человек приходит и говорит вот мне там ощущение все жут мне больно на мы смотрим насколько слизь оболочка увлажнена то есть если есть человека объективно сухость полости рта то мы говорим да может быть какое-то неприятное ощущение если мы видим что все нормально что нету каких-то травмирующих факторов полости рта там некачественно сделанных съемных протезов каких-то острых краев зубов то есть нет объективных причин которые бы травмировали или поверхность языка или поверхность губ тогда мы уже думаем наверное что-то не так что то если мы все причины исключили да мы начинаем думать уже надеюсь что все начинают думать чуть-чуть дальше и раньше были разные металлы и вы иногда там у человека в полости рта могло быть пять вариантов конструкций и как бы хотелось докторам объяснить все и объяснением именно тем что разные металлы вступают между собой спас при посредством слюны в контакт вот приводило к тому что хотелось измерить ток захотелось все поменять сделать все красивее белее лучше может быть даже несколько раз ну что делать бывает и так сейчас уже другие материалы поэтому я надеюсь что все меньше и меньше докторов занимаются измерением тока в полости рта все-таки мы говорим о том что надо смотреть на человека целиком они только на полости рта и собираем она нас спрашиваем почему когда что возникло потому что не всегда стоматолог имеет в себе какие-то моральные силы пациента отправить к смежному специалисту кажется что вот мы сейчас все сами знаем мы сейчас все сами вылечим это не совсем правильно если мы видим что полости рта недостаточно увлажнена слизистая то мы там можем предложить обратиться или к эндокринологу там если у человека есть сахарный диабет или к терапевту или гастронтерологу и это нормально перенаправлять пациентов но если мы вот уже видим что ничего ничего такого нету и думаем о том что это синдром пылающего рта то конечно надо найти в себе силы какие-то умения очень не в аккуратной форме до человека донести что может быть нужна какая-то помощь других специалистов может быть стоит разобраться как может быть обратиться к психологу чтобы немножечко помочь то есть на сегодняшний день измерением электричества во рту мы не занимаемся и на зубные протезы мы эту ситуацию не списываем да мы не списываем от на электричество теперь это точно но роль стоматолога она в некоторой степени должна сохраняться дело в том что вернемся к центральным механизмам этого синдрома ну и периферически он тоже присутствует присутствует он в том плане что вот мы рассматривали географический язык там какие-то авты это все не причина но при синдроме пылающего рта это усугубляет ситуацию если действительно есть или сколу на зубах или протезы которые повреждают язык и создают условия для того чтобы было хроническое воспаление на языке это будет проблему поддерживать и нам будет гораздо сложнее лечить синдром пылающего рта поэтому стоматолог должен эту историю со своей стороны поддержку оказать прежде чем как то будем ну или параллельно с тем как мы будем влиять на центральные механизмы алексей дмитриевич ну вот мы понимаем что мы стоматологическую патологию должны исключить но ведь синдром пылающего рта это в принципе да диагноз исключения и чтобы его установить мы должны наверное исключить и сахарный диабет и может быть какие-то заболевания щитовидной железы и в том числе и кислые там и щелочные рефлюксы вот вы могли бы нам сейчас дать какой-то очень может быть короткий но четкий план обследования этого пациента прежде чем мы его отправим там психиатру который будет назначать ему антидепрессанты какую вторичную патологию мы должны исключить понимаете я живу в реальном мире я не отправлю его скорее всего психиатру почему потому что психиатры в россии не знают этой истории но эту историю не знают мне кажется и гастроэнтеролог большинство гастроэнтерологов не знают эту историю да ну почему то у нас есть в россии несколько диагнозов патчериц хотя это не редкое заболевание но у нас гастроэнтерологов есть вот такое окошко которое называется функциональное расстройство это очень близко к функциональным расстройствам и мы можем в общем то лечить все от языка до геморроя консервативными способами в общем чем мы и занимаемся и сахарный диабет как причина синдрома пылающего рта ну сахарный диабет запущенный это полинаэропатия большая полинаэропатия да сенсорная полинаэропатия но это прежде всего периферическая чем длиннее аксон тем выше вероятность да то есть это все таки перчатки носки но ведь при сахарном диабете может быть сухость во рту это не может стать причиной вот неприятных ощущений нет тогда мы увидим все таки физическое изменение языка то есть повреждения да то есть мы увидим повреждения все что ведет повреждения вот b12 дефицит это может давать разнообразные полинаэропатии и здесь мы должны обязательно пациенту проверить уровень витамина b12 в крови вот не всегда это коррелирует не всегда а вот посмотреть клинический анализ крови и посмотреть в нем даже не уровень гемоглобина цветовой показатель да да показатели размеров эритроцитов количество гемоглобина в нем вот это важный то есть если цветовой показатель больше единицы мы уже можем где-то подозревать что сжение может быть связано с дефицитом витамина b12 обязательно и ну как-то превентивно назначить инъекции да даже если мы может быть не уверены но ничего плохого не будет да если мы проведем там 10 инъекций витамина b12 например если изменен цветовой показатель то это будет благом в любом случае особенно ну это часто бывает там связано с алкогольной болезнью да вот широком понимании так ну а вот что меня интересует PH метрия нужна таким пациентам то есть мы должны верифицировать им рефлюксы потому что в большинстве случаев да почему такой вопрос они же приносят эндоскопическое исследование и никогда у них нет никаких ну в большинстве случаев поражение пищевода но при этом они утверждают эти женщины что вот все забрасывается в рот я чувствую постоянно кислоту во рту раздражение я их пытаюсь убедить что ну наверняка у вас нет никаких забросов иначе был бы поражен пищевод но они настаивают на PH метрии потому что вот считают что это как-то может их приблизить к диагнозу нужно нам исключать рефлюксы у таких пациенток у таких пациентов может быть гиперсенситивный синдром в большом таком варианте язык может быть сверхчувствительным и в том числе чувствительным к рефлюксу рефлюкс происходит кислота чувствуется жжение ощущается но тогда он реагирует и на другие факторы на те же помидоры пациенты часто жалуются что раздражение идет от некоторых пищевых продуктов это часто сочетается это гиперсенситивный синдром а когда они делают PH импедансометрию то обычно там ничего впечатляющего не бывает да не бывает а вот еще такой вопрос вот я все время говорю что это женщины 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 есть у вас какая-то точка зрения или может быть данные почему все таки в большинстве случаев синдром вот этого жгучего горящего рта это женщины в период около менопаузы то есть может быть нужно еще отправлять гинекологом проверять уровень половых гормонов назначать заместительную терапию может быть половые гормоны каким-то образом трофическую функцию этого эпителия вряд ли это связано с эпителия а с чем а почему это женщины не знаю но это связано явно с мозгом а уж почему это связано с мозгом женским ну то есть вы считаете что гинеколог и анализ на половые женские гормоны и заместительная терапия тут помочь не могут и этим мы не занимаемся не занимаемся ну тогда наверное вот сейчас ключевой уже вопрос что же с ними тогда делать с этими пациентами которые они ведь буквально алексей дмитриевич почему я может быть подняла эту тему они мне каждый день говорят такую фразу я уже больше не могу этого выносить я сейчас я готова уже выйти в окно то есть настолько и вот мы сейчас разговаривали пока вы не пришли с Зоей Владимировной я ей рассказывала вчерашнюю ситуацию когда женщина похудела на 12 килограмм вот за полгода просто потому что вот у нее постоянно эти кошмарные ощущения и это действительно какие-то ну ужасные мучения им же нужно как-то помочь а они вот сегодняшняя женщина мне рассказывает что она пьет уже тройную дозу дексиланта это очень мощный ингибитор протонной помпы и ей не помогает и ну и они ждут какого-то спасения от гастроэнтеролога который я им обычно предлагаю давайте попробуем антидепрессанты но поскольку я не обладаю какими-то масштабными знаниями в этой области я могу выписать один там максимум второй антидепрессант больше я не знаю что делать вот поэтому мы уповаем сейчас что вы нам дадите какие-то четкие может быть рекомендации в плане что там происходит это вообще патология нервов все-таки да не желудочно-кишечного тракта почему жжет это не патология желудочно-кишечного тракта но возможно это там вклад определенный есть да вот в том плане что как при других функциональных расстройствах вот этот гиперсенситивный синдром и тогда можно назначать как фоновые дополнительно ингибитор протонной помпы ну чаще в небольшой дозе там 20 миллиграмм условно добавлять на длительный срок но это ничего не решает это дополнительно так же как со стоматологом да вылечить все желудки чтобы они были гладенькие и чуть-чуть уменьшить проявление рефлюкса обратимся к исследованию мы не понимаем что именно происходит но как часто бывает на современном этапе знания если мы 40-50 лет назад любой ценой пытались понять этиологию патогенез и опираясь на это предлагали лечение то сегодня зачастую бывает наоборот лечили какую-то болезнь тот же сахарный диабет там полинеропатией антидепрессантами или антиконвульсантами и попутно у пациента синдром пылающего рта прошел это отметили это стала гипотезой эта гипотеза легла в основу исследования исследования такие есть они не огромные но тем не менее они достаточно качественные и что у нас лучшего сегодня здесь началось все у нас функциональных расстройствах с амитрептилина амитрептилин работает но у него все его недостатки известны включая от плохой переносимости до его эмхолин блокирующего эффекта влияние на сердце и все прочее а какие дозировки а вот да дьявол в подробностях мы же любим дал 25 миллиграмм на ночь и он хорошо заснул да он заснул среди ночи проснулся от того что рот пылает 25 миллиграмм это не доза а эффективная доза это все таки 150 а 150 это такая доза когда которую не каждый то оторвется от поверхности да хорошо сейчас выпускают ретардные формы по 75 миллиграмм они лучше переносимы но все равно это крайне тяжелая история то есть амитрептилин это не вариант это это вариант для резистентных которым ничто не помогло они говорят доктор либо примените что-то еще либо убейте меня но убивать мы не готовы поэтому применяем что-то еще из своего резерва а препараты выбора там ну в рекомендациях и собственно препарат который в значительной мере создан для лечения боли ну это долоксетин да долоксетин и даже в наших отечественных рекомендациях и в инструкции которые роздрафнадзором зарегистрировано есть показания для лечения норопатической боли я из нашей прошлой еще передачи помню что это ингибитор обратного захвата серотонина и адреналина да норадреналина да и там наверное поменьше побочных эффектов в разы он немножко лотерейный препарат в каком смысле что не угадаешь как он конкретного человека подействует в плане переносимости большинство абсолютное большинство людей его переносит неплохо и принимают и работают и даже за руль садятся и все хорошо эффекта вот это же не сразу ну эффекта мы ждем надеемся на лучшее условно через две недели но стандартно это два месяца да то есть два месяца мы уже даем через два месяца нет эффекта то мы меняем препарат добавляем другой препарат вот и учитываем то что есть люди которые их не очень большой процент в пределах десяти процентов которые очень тяжело переносят в плане сонливости ну тогда им надо подбирать другой антидепрессант может быть сертралин что что-то подбираем зачастую если тяжелое течение этого недостаточно и часто это недостаточно потому что вообще течение достаточно торпидное и приходится давать второе препарата вторым препаратом ну это либо прегаболин либо колонозепам и то и то это уже достаточно страшно мне кажется да называть гастроэнтерологом да ничего страшного в этом не вижу здесь хитрость только одна то что и дооксетин и прегаболин они удлиняют кутэ так поэтому если вы назначаете такое то надо знать кутэ исходный и потом еще его проверить дня через три и посчитать кутэц по формуле да а вот опять таки дозировки этих комбинаций мы можем найти в каких-то рекомендациях или дозировки то они достаточно стандартные инструкцию берем ну с дуоксетином ну то есть стандартная доза дуоксетина стандартная доза прегаболина там все доза тетруется там максимальные 120 да ну начинается это с 30 30 там 60 до 120 доводится у прегаболина терапевтическая широта вообще огромная там начинаем может с 25 и доводим до 300 и иногда до 600 у того же клонозепама клонозепам хоть древний препарат но у него огромная терапевтическая широта и хотя он формально бензодиазепина но он странный бензодиазепин он отличается от всех остальных бензодиазепинов а вот у него не возникает привыкание зависимости риск зависимости есть и к прегаболину да вот к антидепрессантам нет зависимости да к прегаболину и к антидепам такой риск есть но любой нарколог знает что если человек препарат жует для того чтобы получить веселенькое настроение то зависимость и возникает а если он этот препарат принимает строго как назначил врач и для того чтобы стихла боль и относится к нему серьезно то вот этого нет радости то вот эта аддикция это она и вероятность ее намного ниже если вот это этим всем правильно управлять то все неплохо и получается и к этому конечно нам в помощь психотерапевты и вот здесь хорошо если психотерапевт одновременно психиатр да вот он психиатр он и с юридической точки зрения ваше лечение подправит и поддержит и да он не знает эту патологию но он знает эти препараты и как вести больных на этих препаратах то есть гастроэнтерологу все-таки лучше назначать такие препараты не самому а совместно с психотерапевтом вот сама психотерапия она эффективна и ценна ну и плюс если это будет не психолог а психиатр который дозировками из коррекции да это решение а есть вообще такая опция возможность излечиться от этого синдрома пылающих они же первый вопрос когда назначаешь препараты это всегда как долго мне это принимать и вылечить ли я вы видели таких пациентов у которых все прошло я видел много пациентов которые уходят в ремиссию и ремиссия может длиться там несколько лет но обычно потом они возвращаются причем история как я говорю изучалась но изучена недостаточно поэтому я наблюдал пациентов уже пожилых там хорошо за 70 которые более это контролировалось только нейролептиками хотя это нетипично вроде бы но вот все о чем я рассказывал у них не работало а нейролептиками боль снималась и чудесно они шли на этих нейролептиках это уже вот особенность пожилых может быть но это трудно сказать Алексей Дмитриевич а вот еще читая про этот синдром жгучего рта достаточно большой такой пласт в рекомендациях там в статьях посвящено вот опять-таки местной терапии и причем диаметрально противоположной либо полоскать с анестетиками либо наоборот максимально раздражать баллончики с капсаицином жгучий перец имбирь и вот ну несколько раз я пыталась давать такие рекомендации пациентам потому что вам надо побольше есть жгучего перца до тех пор пока на меня там на сайте не написали что вот этот доктор невнимательный ужасный рекомендовал мне жевать имбирь вот и никто к нему больше не ходить вот какие-то вот такие вот моменты имеют место на существование я думаю что вот здесь как раз есть вот это разветвление дихотомии надо выбирать вот тех пациентов с гиперсенситивным синдромом у которых они чувствуют вот эти помидоры леденцы там и все прочее им давать анестетики а других которые ничего не чувствуют у которых язык выглядит совершенно здоровым можно пробовать отвлекающую терапию с перцем там и имбирь имбирь да понятно и вот у меня еще есть сейчас несколько вопросов от врачей можно я вот задам их тоже имеет ли значение сладкий привкус во рту что это значит есть варианты это тоже какая-то нейропатия я не уверен здесь как раз анамос должен быть насколько это долго утром вечером проходит ли после еды это может быть чисто психиатрический симптом может быть вариант какого-то хитрого рефлюкса трудно сказать понятно так ну ладно и у нас вот еще есть вопросы от телезрителей можно вас попросить заводить да есть такая медицинская поговорка что язык это зеркало желудка ну вот это то с чего я начинаю что в общем то каждый фактически пациент который ко мне приходит с жалобами на боли где-то в правом подреберье в левом все очень верят в то что язык это это действительно зеркало и что мы можем увидеть на нем вы как считаете Алексей Дмитриевич вот я уже больше двадцати лет заглад заглядываю в языки и скажу что зеркало желудка это все-таки глотка и по глотке очень хорошо видно рефлюкс и рефлюксное воспаление глотки оно довольно четко отличается от всех других причин это багровая отечная глотка которая существует там месяцами и годами она очень отличается от всех других этиологий язык очень непостоянен и легкомысленен он обманывает то есть гастроэнтерологу заострить свое внимание на языке и на налете большого смысла самое важное чего я хочу от языка когда смотрю больного это сухой он или нет чтобы определить обезвоживание все и чтобы определить объем инфузии вот у нас еще есть вопрос про сухость и жжение во рту после длительного анамнеза приема ингаляционных кортикостероидов сухость и жжение кортикостероиды вызывают жжение и сухость ну есть ли возможности терапии они конечно же могут вызвать что угодно но ненадолго да они канедоз прежде всего вызывают ингаляционные кортикостероиды да ну это проходит и через там две-три-четыре недели ничего не должно быть вот Зойя Владимировна говорила что при сухости есть какие-то есть специальные средства как искусственная слюна и есть специальные ополаскыватели которые помогают пациентам у которых по-настоящему сухость полости рта объективно да мы видим что слизистая сухая есть ополаскиватели есть спреи есть специальные зубные пасты kidding которые помогают пациентам сухостью полости рта А вот здесь уже просыпается терапевт и говорит, а почему сухость-то? Слюны железа не работают. Это что, Шегрен? В чем причина? Мы должны заподозрить, назначить и отправить к терапевту. То есть, как минимум, мы посмотрим антинуклеарный фактор. Это уже к терапевтам. Это уже не к нам. Значит, если мы видим сухость ворту, мы обязаны заподозрить синдром Шегрена. По крайней мере, подумать об этом. Подумать о синдроме Шегрена и рекомендовать обратиться к терапевту для выяснения. Гастроэнтролог же сам может заняться диагностикой или нет? Что там нужно сделать? Расскажите нам, какие антитела? Ну, что ж не стоматолог? Там не только антитела, но элементарно пощупать плотные железы. Так, при синдроме Шегрена какие они будут? Плотные, увеличенные, могут не быть. Могут быть. Да, это относительные симптомы. А потом лимфозы увеличенные. И этот вариант. Суставы болезненные, припухшие. Выпадение волос. Там вариантов-то много. То есть, если мы видим какие-то косвенные признаки вместе с сухостью, то к ревматологу и тот уже назначит какие-то очень специфические серологические тесты. До направления к ревматологу вы элементарно можете посмотреть антиинокулярный фактор на ХЕП-2. Это самый простой, который суммарный. Уже там какие-то хитрые иммуноблоты на виды антиинокулярных факторов. Наверное, это стоит оставить ревматологу. Ну, суммарный. Ну, почему бы нам не посмотреть. Понятно. Ну, так, в общем и целом, если вот завершая, заключая наш разговор, что я могу вынести для себя? Что налет на языке и внешний вид языка это не очень важный и куда-то нас направляющий фактор, да, то есть он очень-очень неоднозначный. Жжение в полости рта это повод, ну, обследовать пациента, да, и не найдя какой-то причины, начать работать с антидепрессантами в первую очередь. Ну, и дальше уже, может быть, в комплексе с психиатрами и с психологами. Да, и гастроэнтерологи, помните про синдром Бегчета, болезнь Бегчета. Ну, расскажите нам про это. Ну, язву на языке, язву на гениталиях, кишки и глаза, да, ну, вот этот синдром, который и поражает определенные национальности, которые присущи в основном тюркские народы, да, синдромы, связанные с народами шелкового пути, не так редко встречаются, как хотелось бы. Кто же сопровождается вот такими жгучими и болезненными ощущениями во рту? Язвами, язвами, язвы, да, могут давать. Вот, и надо это учитывать. Ну, наверное, все. Будут у вас какие-то заключительные слова? Может быть, я что-то упустила, не спросила, не сказала? У меня заключительные слова только такие, что больных этих много, лечить их надо, ничего сложного в их лечении нет. Надо просто почитать доктора, лечить их. Наверняка очень мало кто в вашем городе этим занимается, или никто не занимается. Станьте первым, и вы спасете многих. Избавите от страданий. Страданий, да. Друзья, большое спасибо вам за ваше внимание и интерес. Я надеюсь, мы хоть в какой-то степени, как сказал Алексей Дмитриевич, нести ясность невозможно, но чуть-чуть пролили куда-то свет, дали направление движения. Я буду ждать встречи с вами вскоре с нашими новыми гостями. Я прощаюсь с вами. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok